Наш город, славный талантливыми земляками, героями прошедших войн, своими традициями, имеет непосредственное отношение к гениальному поэту, точнее, к его потомкам. Внучка Александра Сергеевича Пушкина в браке Мезенцева Вера Александровна, дочь старшего сына, проживала в имении Сережаль, находящемся в поселке Рыхлого, недалеко от Вязьмы. Еще в достаточно молодом возрасте, ей было всего 36 лет, выехала проводить супруга Сергея Петровича Мезенцева, генерал-майора, бывшего адъютанта, великого князя Михаила Николаевича, перед его поездкой в Москву. В дороге заразилась и заболела скарлатиной. В то время это заболевание, особенно у взрослых, было равнозначно приговору. Была похоронена в фамильном склепе, неподалеку от имения. На похороны, помимо других родственников, приезжал ее отец, Александр Александрович Пушкин. По прошествии времени склеп был, к сожалению, разграблен, и останки лишились места своего захоронения. Но об этом лучше расскажет непосредственный участник этих событий, и участие в перезахоронении Александра Константиновича Мезенцева. Это так. Я исследовал эту историю, когда работал председателем комитета по туризму и спорту, то решил усомниться той версии, что сказали, что внучка Пушкина, на самом деле, Мезенцева, Вера Александровна, была захоронена в склепе, в Рыхлого имени Мезенцевых, и потом перезахоронена в 52-м году с нашими солдатами в Семлю. Я усомнился в этом и нашел из Полянова краеведов, которые в детстве лазили в этот склеп. И мы проникли в этот склеп и подняли останки, которые остались Мезенцевой Верой Александровной. Вот два пакета их положили в целлофанах, и эти пакеты больше года лежали в фраме Покрова Божьей Матери. А потом мы их с Жаворонком Андреем Константиновичем, вы знаете, он был привет, известный очень и хорошо знал эту историю, мы перезахоронили там же, в горе склепа, в гробу, обтянутым синим сатином, Веру Александрову Мезенцеву. А умерла она на самом деле в 36 лет в Лопасне, это ныне город Чехов, где я побывал. Там есть кладбище, на котором похоронен ее отец, и воспоминания ее дочери Натальи, которая была архивариусом в Московской консерватории, и поведала вот эту историю. А потом у меня связалась переписка с потомками Пушкина, которые подтверждали эту историю. И я причастен к ней, потому что я не рассказываю всю историю, поскольку она очень грустная, эта история, хотя и поучительная, потому что после революции в этот склеп проникли наши ребята. Вот. Лопаты откатили голову, Вера Александровна, она была нарезомерной. И бегали по деревне, и на палке носили эту голову, выкрикивали там какие-то слова, я не знаю, какие. И мы нашли очевидцев. Я не буду говорить об их печальной конце этих ребят. Но тем не менее, сколько бы мы ни искали вот эту вот голову, нам сказали, что под ветлой, вот там она захоронена, и очевидец говорил, что вот там вот под ветлой ее захоронили, эту голову. Мы привлекали поисковиков, голову и руку не нашли. Но тем не менее, история вот имеет такую страницу, печальную очень, печальную. Но мы должны знать и помнить, что внучка Пушкина Вера Александровна Пушкина в браке Мезенцева, дочь старшего сына Александра Сергеевича Александра Александровича, похоронена у нас и ныне в имении Рыхлова.